Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно, еще в первой половине прошлого года, уловили направление действий из-за рубежа против нас. И мы четко, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы проводили множество фактов. Глубинная причина состоит в том, что спокойно Беларуси и России жить не дадут. Россия, не подвластная, как модно говорить в народе, Вашингтонскому обкому и другим Евросоюзам, такая Россия в мире никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. И это цель сегодняшняя, цель действия из-за рубежа, начиная с Соединенных Штатов Америки. У себя они не видят и творят беспредел похлешче, чем в России и Беларуси. Вот это бревна в глазу они не видят, а у нас в России они увидели. Отличия между белорусскими событиями и российскими, вот увидите, их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкрик. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что России близкрик осуществить невозможно. Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию, немецкого протестуна, это только начало. Хочу сказать, если кто-то решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться. Ну что это такое? Уголовное дело возбудили несколько лет назад. Тот же Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями. Сам был судим. И он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, выпустили в Германию, захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают. Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю для того, чтобы вести эту борьбу, надо быть самому вне подозрений. Никто Путину не простит то, что он объединил Россию. Никто ему не простит, что он остановил войны в России. И то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит. Ни американцы, ни Евросоюзов, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов. Я знаю, что он этому готов. Он опытный человек. И нечего здесь оправдываться. Люди во всем разберутся сами. Все делают, как у нас. За исключением игра будет в долгую. До думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится, не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть в долгую. Это не пацаны. Мы это видели. По линии спецслужб и МВД и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России. Россию снова хотят вернуть в середину 90-х годов. Когда в правительстве ФСБ, в администрации президента сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО. И советовали, что делать с оружием, ядерным оружием и так далее и тому подобное. Слушайте, я это знаю не понаслышке. Я работал тогда с руководством России и видел, что происходит в России. С приходом Путина, эти же чекисты и прочие, которых сегодня долбают в России ФСБшники и милицию, они страну утихомирили. Мы общаемся постоянно с президентом России, другими должностными лицами, обсуждаем эти вопросы. И в этом мы абсолютно едины. Мы до этого были. На одной стороне баррикад. Будем и дальше. Воевать за то, чтобы людьми зваться. Продолжение следует...